Мы в гостях у Ким Зои Минхановны, которая является почётным учителем русского языка и литературы, получившей почётную грамоту за безупречный труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения от Министерства образования РК. Зоя Минхановна, добрый вечер! Расскажите, пожалуйста, о своей семье, где вы родились? Я родилась 25 марта 1951 года в городе Гуреве. Проживала на улице Максима Горького до 5 лет, а потом переехала в Чемкенскую область, это посёлок городского типа Славянка. У нас семья большая, 9 детей, 5 уже остались, но старший, самый старший брат погиб в 25-летнем возрасте. А я уже родилась после него. А четверо остальные, они погибли в годы войны от голода. Вот такая у нас семья большая была. Мне запомнилось с самого детства, с третьего класса, встреча с первым космонавтом Юрием Алексеевичем Гагарином. И я тогда училась в третьем классе. И за день вперёд наш директор, Иван Фёдорович, он собрал нас и говорит, дети, завтра пойдём встречать первого космонавта. Мы собрались около этой машины, Юрий Алексеевич, он вышел и нас всех прямо так, прям руку так сжал. И вот это неизгладимое, ну вот смотрите, событие, которое произошло в 1961 году. А вот сегодня какой год, я вот до сих пор как сегодняшний день вижу. А с Анали Ашимом, это он прямо к нам в школу приходил. И мы, потом он даже бесплатные нам это билеты, и весь мой класс вместе со мной пошли в кино. Это же интересно. И поэтому, когда я сама уже в школе работала, я тоже детей везде возила. И экскурсии постоянно, постоянно. И у нас у родственников мероприятие какое-то, не то с фотосонией, не то что-то такое было. И я нужна была приехать с братом, со снохой. Так мы познакомились, а потом, ну, переписывались на полтора года. Почта – наша связь. А потом раз, приезжает к нам. 5 января у меня была свадьба у меня, Чемкенской области, а 8 января 1978 года – это в Нукусе, Каракалпакская АССР. И это, ну вот, 43, в этом году 43 года было, 8 января. Родили и воспитали троих сыновей. Но я благодарна ему за то, что он детей учил. Вот зимой он, например, отдыхал, он занимался обучением детей. Вот уже с 4 лет он начинал буквы там с ними учить, да. В 5 лет они уже весь алфавит знали хорошо, считают. Ну, слава богу, что дети все успешные, все, у всех семьи есть, теперь дома есть, все есть. И я считаю, что самое главное – увидела внуков, всего видела, вижу, что дети все добились успеха как надо. И отдыхаю я. Я решила стать учителем в 8 классе. У нас был замечательный преподаватель истории. Она была довольно пожилая женщина, где-то уже перед пенсией. И вот именно это она привила мне любовь к этой профессии. Настоящий учитель, он должен быть, конечно, всегда добрый. Очень должен любить детей, быть требователем. Преподавательская деятельность я ровно проработала 44 года, это в пределах школы все время. Я не говорю про садик. Начиная с двух месяцев начала, в 18 лет. Ну вот, и считаю, что всю жизнь я занимаюсь только детьми. Они могут толпой ко мне прийти, навестить. Директор спрашивает, вы куда пошли? Зоя Михайловна пошли, потому что она приехала. Ну, с вами все понятно. Вот так. И я каждый раз, периодически, когда езжу, я обязательно их проведываю и смотрю, до какого уровня дошли. И когда хулиганы превращаются в хорошие специалистов, это главное достижение, я считаю. Елена Александровна, есть ли у вас свой девиз? Девиз такой есть. Например, учиться терпению. А потом вот благодаря этому терпению еще плюс прибавить старания. А потом, когда это старание и твои добрые семена знаний, это все это окупается и приводит к большому успеху. Может ли что-то вывести вас из равновесия? Из равновесия только несправедливость. Только. И я буду докапываться до истины тогда. Уважаемые гости, дорогие коллеги и родственники, спасибо вам, что вы пришли на мой юбилей и были с нами. Юбилей забирает родных и друзей, море чувства, жигарных свечей, яркая звезда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова